Восточно-римский полководец Флавий Велизарий с четырьмя тысячами солдат прибыл в Солону, намереваясь пересечь Адриатику и попасть в Италию. Прошло четыре года с момента Великой Победы Велизария над Остготами, но в его отсутствие положение восточных римлян в Италии значительно ухудшилось. После нескольких переворотов и убийств Остготы выбрали себе нового короля. Блестящий воин, мудрый и энергичный. Его зовут Татила. Пока император Ястиниан был отвлечен войной на Востоке и эпидемией чумы, Татила перешел в атаку. Он одержал победу над деморализованной римской армией, оставшейся без жалования и снабжения, и возглавляемой коррумпированными, разрозненными полководцами. Многие римляне предпочли не сражаться, а перейти на сторону врага. Значительная часть того, чего добился Велизарий за четыре года кампании, оказалась утрачена. Только Рим и еще несколько городов и портов остались в руках римлян. Велизарию, архитектору великих римских побед над персами, вандалами и устготами, предстоит самая трудная кампания. Ему вновь придется сражаться за Италию, вопреки трудностям и против грозного врага. Друзья, хотим порекомендовать вам YouTube-канал «Гроза» и его ведущего Николая Россова. Николай Россов – магистр истории, знающий свое дело. В основном на канале он проводит прямые трансляции, где рассуждает на темы истории, политики и культуры. Нередко он проводит лекции на совершенно разные исторические тематики. На его канале уже свыше тысячи стримов лекций с продолжительностью от часа до трех. Любой сможет найти что-нибудь себе по вкусу. Так, у него есть история Древнего Египта, Древний Рим, Средневековье, эпоха Нового Времени, отдельно история СССР и Российской империи, а вместе с тем авторские серии стримов, такие как «Путь Гитлера к власти», «Путь Ленина к власти», «Столетняя война», «Первая мировая» и другие. Все видео аккуратно сложены в соответствующие плейлисты, и в каждом для удобства добавлены тайм-коды. Он регулярно приглашает на стримы известных людей – Мэдисон, Хованский, Саватеев и много других знаменитостей. Кроме того, на его канале часто проходят «Игро-стримы». Переходи на канал по ссылке в описании и подписывайся. Перед Велизарием поставлена невыполнимая задача. Имея всего 4000 неопытных солдат, он не может пойти на риск и столкнуться в бою с Остготским королем Татилой. На данный момент он вынужден оставаться в обороне. Ему удается добиться первого успеха, освободив и пополнив гарнизон Дриунта, который был на грани капитуляции. Затем он перебрасывает свои силы по морю Кравенне. Но Велизарием обнаруживает, что каждый его шаг в Италии – укрепление гарнизона или расширение римского контроля – упирается в нехватку войск, припасов и денег. Он посылает своего старого соперника Иоанна, племянника Виталиана, в Константинополь со срочным обращением к императору. Мы прибыли в Италию, о могущественнейший император, без людей, без копий, без оружия и денег. Не имея всего этого в достаточном количестве, я думаю, никто и никогда не мог бы вести войну. Велизарий просил прежде всего, чтобы его личные войска, знаменитые Букеларии, были освобождены от службы на востоке и отправлены к нему в Италию. Велизарий удаляется в Деррахий, чтобы дождаться ответа императора. Татило тем временем все крепче сжимает свою хватку в Центральной Италии, и в конце 545 года он выдвигается на Рим. Вечный город удерживают всего 3000 римских солдат под командованием Бесса. В течение нескольких месяцев Остготы перехватывали поставки, направляемые в город. Гражданские уже умирают от голода, на очереди гарнизон. Город долго не продержится. Несколько месяцев спустя Иоанн возвращается к Велизарию в Деррахий с подкреплением. Но уже не в первый раз два полководца расходятся во мнениях относительно своих дальнейших действий. Иоанн хочет переправиться в Южную Италию и идти по суше на Рим, путь которой может занять 40 дней. Велизарий уверен, что они не успеют спасти город. Он хочет как можно быстрее доставить туда войска и припасы, а это значит, что нужно плыть прямо в порт, пятидневное плавание при благоприятном ветре. В это же время Иоанн сможет высадиться на юге Италии, зачистить регион от Остготов и встретиться с Велизарием возле Рима. План Велизария опасен из-за разделения и так небольшого войска, но он может одним махом обезопасить Рим и Южную Италию для императора. Однако его последнюю кампанию постигнет несчастье. Когда он прибыл в Италию, то он стал ежедневно испытывать неудачи, так как Бог явно был против него. Велизарий отплывает в порт в сопровождении своих войск и жены Антонины. Но их застает шторм, они вынуждены причалить в Дриунте. Их заметили готы, осаждавшие порт, и послали весть Татилле. К тому времени, когда Велизарий через несколько дней достигает порта, Остготы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, готовые к любой попытке освободить Рим. Татилла знает, что Велизарий попытается переправить припасы из порта в Рим по реке Тибр. Поэтому в 16 километрах вниз по реке от города он строит укрепленный деревянный мост с башнями на каждом берегу, заполненный Остготскими войнами. Это грозное препятствие, которое Велизарий должен преодолеть, чтобы спасти Рим. Тем временем, Иоанн высаживается со своими войсками на юге. Ему удается быстро разгромить местные силы Остготов и обеспечить безопасность региона. Но несмотря на призывы Велизария, Иоанн отказывается идти навстречу в Рим. Он ссылается на присутствие 300 Остготов в Капуе, которые следят за его передвижениями, и ему кажется, что это ловушка. Велизарий больше не может ждать. Он оставляет Исаака, командующим в порте, со строгим приказом не покидать единственную надежную базу ни по какой причине. Он также посылает весточку Бессу в Рим, приказывая ему совершить отвлекающую атаку на лагерь Остготов. Затем его конвой из 200 усиленных галер начинает плыть вверх по Тибру, нагруженный войсками и припасами. На правом берегу их поддерживает пехота. Расчистив путь от железной цепи, протянутой поперек реки, они достигают укрепленного моста Татилы. Благодаря искусной разведке Велизарий знает не только его местоположение, но и точные размеры. Он построил более высокую башню, плывущую на двух лодках. Римляне подплывают на ней к Остготской башне и сбрасывают на нее горящую лодку, наполненную смолой и тегтем. Башня с десятками Остготских воинов, все еще остававшихся внутри, сгорает. Остготы выходят из своего лагеря, чтобы присоединиться к битве и отразить атаку Велизария. Вокруг обломков моста разгорается ожесточенный бой. Но нет никаких признаков отвлекающего удара гарнизона Рима. Бес, как выясняется, решил не рисковать своими людьми. Войска Велизария одерживают верх и начинают сносить мост. Но тут прибывает гонец с известием, что Остготы захватили Исаака, оставленного командовать в порте. Велизарий на этот раз, кажется, потерял свое обычное хладнокровие. Он предполагает, что порт, единственное спасение армии, был захвачен, а вместе с этим и его жена. Не дожидаясь дополнительных сведений, он разворачивает все свои силы, чтобы начать немедленную атаку для захвата порта. Но когда Велизарий прибывает туда, он обнаруживает, что порт находится в полной безопасности. Несмотря на приказ оставаться на месте, Исаак был захвачен в плен, ведя безрассудную атаку на Остготов в погоне за славой. Теперь критически важный момент упущен. Остготы усилили свои позиции. Возобновлять атаку было бы бесполезно. Друзья, подпишитесь на наш Телеграм, ВКонтакте и Дзен, чтобы не потерять друг друга в случае блокировки Ютуба. Вы также можете поддержать нас финансово. У нас есть Телеграм-бот для пожертвований и другие варианты. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Попытка Велизария спасти Рим провалилась. Его охватывает отчаяние. Затем он заболевает лихорадкой и оказывается близок к смерти. Через 10 лет после того, как Рим пал под натиском Велизария, город переходит в руки Татилы, ворота которого открывают голодные римские войска. Прокопий сообщает, что было убито всего 26 солдат и 60 мирных жителей, после чего Татила приказывает своим людям прекратить убийство. В Риме Остготы находят всего несколько сотен мирных жителей, голодных и обездоленных, укрывшихся среди памятников и храмов некогда величайшего города мира. Рим стал городом-призраком. Татила решает сравнять его с землей и начинает разрушать городские стены. Услышав об этом, Велизарий пишет Остготскому королю. Из всех городов, которые находятся под солнцем, Рим, по единогласному признанию всех, является самым большим и самым замечательным. Так что всякое насилие, совершенное против них, будет считаться великим преступлением против людей всех веков. Это ведь лишит прежние поколения памяти об их доблести, о тех, кто будет после них, радости созерцания этих творений. Велизарий добавляет, что если римляне выиграют эту войну, они не проявят милосердия к человеку, сравнявшему Рим с землей. Татила меняет свое решение. Разрушив ворота Рима и большую часть его стен, он идет на юг, уводя с собой последних жителей. Иоанн отступает за стены Дриунда, и вскоре Южная Италия вновь оказывается под контролем Остготов. Рим, вечный город, был оставлен. Согласно Прокопию, его покинуло все живое. Но, несомненно, есть те, кто в отчаянии бродит по пустым форумам и безлюдным улицам. Весной 547 года Велизарий, оправившись от болезни, совершает разведывательный поход к Риму, чтобы проверить его укрепление. Слух о его передвижениях доходит до Остготов, и Велизарию с его эскортом приходится с боем выбираться из опасной засады. Но римский полководец увидел достаточно. Он решил вновь занять Рим. Нет ни одного остготского гарнизона, который мог бы противостоять Велизарию. Но стратегически это кажется безумием, как он может рассчитывать удержать пустой город. В течение 25 дней он и его люди неистово работают, чтобы доставить припасы и укрепить оборону до возвращения Остготов. Их присутствие побуждает некоторых римлян вернуться в город. К моменту прибытия Татилы и его армии, римляне перестроили большую часть стен из камня. Но у них не хватило времени сделать новые ворота. Уверенные в победе, остготы нападают. Римляне приготовили для них неприятный сюрприз. Чесноки, разбросанные на подступах к городу, чтобы покалечить остготских солдат и лошадей. Целых два дня идут ожесточенные бои у открытых ворот. Но люди в Велизари упорно удерживают свои позиции. Через несколько дней остготы готовятся к новой атаке. На этот раз римляне настолько уверены в своих силах, что выходят из города и вступают в открытый бой с врагом. Знаменосца Татилы убивают. Остготы разбиты. Татила, попрекаемый своими людьми за то, что не разрушил Рим, когда у него была такая возможность, и не поставил в нем гарнизон, удаляется в Тиволи. Наконец, удача снова вернулась к римлянам. Есть и другие хорошие новости. Император Юстиниан решает послать Велизарию подкрепление около двух с половиной тысяч человек. Велизарию приказано соединиться с ними в Торренте, а затем восстановить контроль над Южной Италией. Он отплывает из порта с девятьюстами отборными людьми. Но снова непогода сбивает его с курса, и он вынужден высадиться в Кротоне, на вражеском берегу. Несмотря на свой опыт, его кавалерия не выставляет дозорных, отправляясь на поиски припасов. И крупные силы Остготской кавалерии застают их врасплох. Римлян превосходит в численности четыре к одному. Многие из лучших людей Велизария погибают в бою. Остальная часть его войска спешно собирается и отплывает на Сицилию. Это унизительное отступление для Велизария, полководца, покорившего почти всю Италию, теперь изгнанного из нее небольшой бандой варваров. Жена Велизария, Антонина, была рядом с ним на протяжении всей кампании. Теперь она возвращается в Константинополь. Будучи близким другом и доверенным лицом императрицы Феодоры, она надеется, что при личной встрече сможет убедить ее прислать Велизарию войска и припасы, в которых он так нуждается. Миссия окажется тщетной. Когда Антонина прибывает в столицу, она узнает, что императрица Феодора заболела и умерла. За это время войны варвары стали владыками всего Запада. Для римлян эта война с готами, хотя вначале они одержали ряд блестящих побед, как я об этом уже сказал раньше, принесла тот результат, что они не только без всякой пользы для себя погубили много и людей, и истратили денег, но сверх того, потеряли всю Италию. Вторая итальянская компания Велизария заканчивается разочарованием и неудачей. В январе 549 года его отзывают в Константинополь, предположительно по просьбе его жены Антонины. Вскоре после его отъезда Остготы наконец-то берут Перузию. В следующем году они берут Рим. Остготские флоты начинают совершать набеги на Сицилию и Далмацию, но Юстиниан продолжает игнорировать предложение Татилы о щедром мире. Ведь он, наконец, собрал достаточно большую армию, чтобы переломить ход войны с Остготами. Он передает командование не Велизарию, а его давнему сопернику, Евнуху Нарсессу, Камергеру Дворца. Нарсесс ведет армию в Италию в 552 году. Он решает действовать быстро и при первой же возможности устроить решающую битву с Татилой. И получает желаемое в битве при Тагине. Татила, рискуя всем, бросается в атаку на римский центр. В ответ его встречает шквал стрел. Это поражение. Сам Татила погибает в числе десятков остготских вождей. Военная мощь остготов в Италии сломлена. В течение двух лет Нарсесс одержит новые блестящие победы над Остготами и Франками и доведет войну в Италии до победного конца. О чувствах Велизария при получении известия о победе Нарсесса можно только догадываться. Радость и удовлетворение от победы римлян, но, возможно, и горечь от того, что ему пришлось так долго вести войну, не имея практически никакой поддержки. После 25 лет командования римскими войсками военная карьера Велизария, похоже, подошла к концу. Он живет богатым и знаменитым патрициям в Константинополе и служит доверенным советником Юстиниана. В течение нескольких лет о великом полководце больше ничего не слышно. до 559 года. Итак, он снова надевает уже давно снятый панцирь, а на голову шлем и возвращается к привычкам, усвоенным им с детства, возвращает память о прошлом и призывает прежнюю бодрость духа и доблесть. Кутригуры, тюркские кочевники-войны, возможно, потомки гуннов Аттилы, десятилетиями угрожали Восточной Римской империи. Юстиниан использует сочетание взяток, укреплений и проницательной дипломатии, чтобы держать их на расстоянии. Система работает не всегда. В 559 году их вождь Забирхан ведет Кутригуров на юг через замерзший Дунай. Они разделились на три группы. Сам Забирхан ведет 7 тысяч человек к Константинополю. Они обходят внешние укрепления. Длинные стены, разрушающиеся и необороняемые. В Константинополе почти нет войск, и по мере приближения кутригуров распространяется паника. Юстиниан знает, что в городе есть человек, на которого он может положиться. Он вызывает Велизария и приказывает ему возглавить оборону города. Великий полководец, которому уже почти 60, собирает 300 ветеранов и толпу гражданских добровольцев и выходит навстречу врагу. Он устраивает засаду для авангарда из двух тысяч кутригуров. Когда они попадают в ловушку, его ветераны атакуют с обоих флангов, забрасывая их копьями. Затем Велизарий ведет вперед свои главные силы в лобовой атаке. Его люди криками и ревом наводят ужас на врага. Лошади волокут ветки, чтобы поднять пыль и скрыть их численность. Утрегуры оказались в окружении, атакованные со всех сторон, не зная о силе противника. В панике они спасаются бегством. По словам историка Агафия Миринейского, римляне же преследовали их, оставаясь в строю и весьма легко истребляли отставших. Произошло большое избиение убегающих в беспорядке варваров. Они и поводья лошадей бросили, и частыми ударами бичей ускоряли их бег. Велизарий одержал еще одну блестящую победу. Однако, три года спустя, после неудачного заговора с целью убийства императора, он снова оказывается в опале. На допросе заговорщики называют имена членов его семьи, которые, в свою очередь, обвиняют самого Велизария. Это слабые доказательства, но Велизарий остается персоной Нонграда на семь месяцев, прежде чем Юстиниан восстанавливает его почести. Этот инцидент породил средневековую легенду о том, что в наказание Юстиниан ослепил Велизария, и тот стал нищим у ворот Константинополя. Эта история была любима неоклассицистами 18 века с их драматическими темами тирании, несправедливости и милосердия. Однако современных свидетельств в ее пользу нет. Три года спустя в хронике Феофана Исповедника одним абзацем отмечается смерть одного из величайших полководцев Рима. В этом году в месяце марте Индиктиона 13-го умирает в Византии Патриций Велизарий, а имущество его передано на государев двор Марины, и больше ничего не сообщается. Год 565-й. Велизарию было около 60-ти лет. Судьба его жены Антонины неизвестна. Что касается Прокопия, его великий труд «История войн» был опубликован в 550-х годах при жизни Юстиниана и Велизария. Это поразительное достижение автора, ставшего свидетелем многих важнейших событий и знавшего многих великих деятелей. Она считается одной из величайших и самых длинных историй, дошедших до нас из древнего мира. Но Прокопий пишет и другой труд об этих временах, не опубликованный при его жизни, известный как «тайная история». В предисловии к ней он пишет «В прежних своих работах я был вынужден умолчать о причинах многого из того, о чем я писал. Поэтому я считаю своим долгом в данном сочинении высказать все, о чем до сих пор я должен был молчать». Далее следует скандальное посягательство на репутацию Феодоры и Юстиниана, Антонины и Велизария. Прокопий описывает императорскую чету как порочную, интриганскую и прежде всего жадную до денег. Он утверждает, что Феодора в молодости была известной проституткой и что Юстиниан одержим демонами. Антонину утверждает он серийная прелюбодейка, которая держит под своими чарами патетически преданного Велизария. Многие их действия, даже важные стратегические решения, объясняются одержимостью, похотью и манипуляциями. Тайная история оставалась малоизвестной в течение тысячи лет, пока в библиотеке Ватикана не была найдена и опубликована рукописная копия. С тех пор историки спорят о ее содержании. Распространено мнение, что эта работа возникла в результате разочарования Прокопия в правлении Юстиниана. Войны, налоги и, что особенно важно, влияние Феодоры и Антонины. Книги женщины предстают как ненасытные, интриганки, обманщицы и мстительницы. Но также очевидно, что большая часть тайной истории это намеренная гиперболизация и пародия, которую не следует воспринимать буквально или, возможно, даже всерьез. Император Юстиниан умер через 8 месяцев после Велизария в 565 году. Править 38 лет и умереть в постели в возрасте 83 лет было удивительным достижением. Его похороны, события потрясающей пышности, завершились погребением в Золотой гробнице в Храме Святых Апостолов в Константинополе. Он оставил после себя Римскую империю, простиравшуюся от Кавказа до побережья Испании, от Альп до Атласских гор. Эти завоевания дались огромной ценой человеческих жизней, денег и страданий. Однако их не удалось удержать. Через три года после смерти Юстиниана лангобарды обрушились на Италию, завоевав большую часть полуострова. В VII веке авары и персы подошли к стенам Константинополя, прежде чем волна мусульманских арабских завоеваний снесла большую часть империи. Утверждается, что в результате дорогостоящих воин Юстиниана восточная римская империя была истощена и не смогла противостоять новым угрозам. Но последние оценки делают больший акцент на промахе его преемников. Юстиниану безмерно повезло, что ему служил один из величайших полководцев римской истории, хотя он не всегда вознаграждал его за преданность. Во всех своих походах Белизарий отличался верностью, умом, человечностью и решительностью. Он был искусным тактиком, бросившим вызов соперникам при Даре. Он провел кампанию по завоеванию умов и сердец и возвращению Северной Африки почти без потерь. Он освободил Рим и удерживал его во время двух отчаянных осад. Его называли последним римлянином. Империя еще не скоро увидит полководца его масштаба. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен, ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Бусти, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ния Тем и Андрею Суздальскому.